И я приветствую тебя на нашем пятом завершающем уроке мини-курса. И в этом уроке я расскажу тебе, как чистить поющие чаши, где хранить поющие чаши, как сделать так, чтобы поющая чаша прослужила долго, и что же сделать, если все-таки поющая чаша разбилась. И начнем по порядку, как ухаживать за поющими чашами. Поющая чаша хрустальная, как я уже говорила, это музыкальный инструмент, это чаша, которая состоит из кварца, из стекла. Поэтому если поющая чаша у вас загрязнилась, что-то с ней случилось, вы хотите ее почистить, то можно ее помыть и насухо вытереть. Очень важно, чтобы чаши все были насухо вытерты, чтобы на них не образовывалось ничего вроде плесени, потому что вы храните их в чехле. Если вы приобрели набор у нас, то наш набор, он состоит из семи чаш, и эти семь чаш, они находятся, хранятся в двух отдельных чехлах. В одном чехле три чаши, в другом четыре. И каждая чаша также непосредственно хранится в своем маленьком чехле. Поэтому очень важно, если вы моете чашу, если вы заряжаете воду с помощью чаши, наливаете в чашу воду, потом насухо протирать. Чтобы чаша... Если вдруг есть некое загрязнение, которое вы не можете отмыть, можно использовать моющие средства, губку, когда вы моете поищу чашу. Но если вдруг есть небольшой налет, то можно использовать воду с лимонной кислотой. Лимонная кислота – это такой порошочек, который продается в магазинах, растворяете лимонную кислоту в воде и чистите, наливаете лимонную кислоту, чистите чашу. Как проводить энергетическую чистку? Чаша – это вибрационный инструмент, то есть звук, есть вибрация, она излучает вибрацию. Можно представить эту вибрацию, как если вы бросаете камушек в воду и расходятся волны. Вот то же самое, когда вы используете чашу, то начинает эта вибрация, волны расходиться. И считается, что ударный инструмент, такой как чаша, поющая чаша, это инструмент, который чистит сам себя за счет вот этих вот вибраций. Если вы используете чашу для массажа, ставите на человека, то чаша, она также является, имеет очистительные способности. То есть энергетику человека она не перенимает. Она, наоборот, помогает ему почистить его энергетику. И что хорошо для массажиста, для проводника, потому что он тоже на себя эту энергетику не перенимает. Но если же по какой-то причине вы чувствуете, что энергетически хочется почистить чашу, бывает такое, то тогда можно это сделать. И сейчас я расскажу, как. Очень хорошо очищает тело, очищает какой-то инструмент, какую-то вещь, это соль. Поэтому вы делаете раствор из соли, растворяете соль в воде и промываете чашу. Иногда даже достаточно промыть чашу под проточной водой, потому что вода это тоже инструмент, который смывает энергетику, смывает негатив. Почему после того, как пообщались с неприятными людьми, там побыли где-то, где вот разные энергии, хочется принять душ, ванну, вот именно для этих целей, чтобы смыть. Поэтому либо вы можете просто под кран поставить под проточную воду чашу, или для еще большей очистки использовать воду с солью. раствор соли и промываете чашу с помощью этого раствора. Как хранить чаши? Чаши важно хранить в чехлах отдельных, если это набор. Есть два больших, две большие сумки, и в этих сумках есть чехлы. То есть каждая чаша идет в своем конкретном чехле. И чтобы чаши для вас прослужили как можно дольше, очень важно каждый раз, если вы переносите эти чехлы, если вы используете чаши, куда-то привозите, то использовать, хранить именно в этих чехлах, чтобы чаши прослужили как можно дольше вам. Также я рекомендую избегать перепада температур, потому что стекло, оно не любит перепад температур. И если вы, например, используете чашу, не знаю, в сауне, в бане, в каком-то теплом пространстве, помещении, а потом на мороз ее выносите, то чаша может повредиться из-за этих перепадов температур. Соответственно, когда зимой бывают сильные морозы, важно чашу, если вам нужно куда-то их довезти, то, опять же, обязательно в тех чехлах, в которых они хранятся, в них же и перевозить. Лучше всего в такси, в машинах, из дома вынесли, положили в такси, чтобы не было перепадов температур для чаши. Если же вы используете чашу в бане, в сауне, да, бывают такие практики, кто-то использует в банных ритуалах, церемониях, то тогда я рекомендую, если вы используете чашу в парной, то делать это недолго, там, 2-3 минуты, и выносить ее обратно. Как сделать так, чтобы хрустальная поющая чаша прослужила как можно дольше? Первое — это уважительно относиться к чаше, потому что чаша — это инструмент, который помогает вам, людям вокруг. Если вы используете дома, это близким, если вы используете где-то на работе, то это окружающим вас людям, она помогает на работе так же эффективно, когда очищаете офис, какое-то пространство. И это, можно сказать, живой помощник для вас, живой инструмент, который помогает переключаться, менять состояние сознания, менять свои вибрации, расслабляться. И поэтому, когда вы относитесь уважительно к чаше, бережно, то она будет служить вам как можно дольше. Я рекомендую чаши аккуратно переносить, по ним нельзя сильно ударять, они не терпят, они любят сильных ударов. То есть, если, например, вы используете колотушки, то очень важно нежно ударять, чтобы было нежно, аккуратное звучание. Колотить сильных ударов важно избегать, чтобы чаша служила дольше. также не роняйте, пожалуйста, чаши. Бывают случаи, когда чаша, даже если она падает на ребро, сила тяжести сверху, она может повредить чашу, чаша может расколоться. Соответственно, когда вы помещаете чашу в чехол, то будьте аккуратны, будьте бережны, будьте внимательны. Чем вы аккуратнее и внимательнее к чаше, тем дольше она вам служит. И последний момент. Что же сделать, если же все-таки поющая чаша разбилась? Да, такое бывает. И даже бывает с коваными чашами металлическими. Они тоже бьются. У меня бились, была одна кованая, она разбилась. И также одна хрустальная разбилась из набора. Почему же это произошло? На энергетическом уровне считается, что если поющая чаша разбилась, то значит, она забрала на себя, переняла какую-то негативную энергию или же она отжила свое. То есть то, что нужно было передать вам, она отслужила, и она разбилась. Такую чашу нельзя ни в коем случае склеивать ни хрустальную, ни кованую, потому что такая чаша уже не целостна. То есть если говорить на энергетическом языке, то такая чаша, она уже мертвая. С ней важно ее поблагодарить, попрощаться и выкинуть. Так как эффекта положительного она уже за собой нести не будет. Ну и заказать замену этой чаши другое. Каждая чаша из набора можно заказать такую же чашу, поэтому не нужно склеивать, не пытайтесь ее реанимировать. Если она разбилась, значит она разбилась. Если же разбилась хрустальная пающая чаша, будьте аккуратны, так как она может разлететься на мелкие осколки и это стекло. Соберите аккуратно все осколочки и выкиньте их. У меня был случай, когда было мероприятие, там были разные энергии и поющая чаша, она прям вот на глазах уже в пакете, то есть в каждом чехле еще чаши хранятся в пакете и вот в пакете произошло так, что она раскололась и было удобно. Я в этом же пакете ее отнесла, выбросила. Но если же она разбивается не в пакете, то, конечно же, будьте внимательны, будьте бдительны, это стекло. Ну и помните, что что бы ни происходило с вашими инструментами, с поющими чашами, значит, все так надо. Будьте уважительны, любите свои инструменты, любите себя, мидитируйте, практикуйте и состояние любви и принимайте все, что происходит, значит, все так нужно. И на этом я с вами прощаюсь. Я благодарю вас, что вы были со мной весь этот мини-курс, прослушали его до конца. Пусть наборы с поющих чаш служат вам как можно дольше, радуют вас и окружающих вас людей. И я вас благодарю и до новых встреч!